привет youtube в общем как тебя начинает с этих слов привет youtube и в общем да в общем я сейчас нахожусь в аэропорту болгарии лечуя на турнир балканский кубок вот соответственно софии болгарии но из аэропорта болгарии я не выхожу вот почему не выхожу да потому что получилась история прям очень офигеть как вот прошлом видео говорил что сделал шенген вот все нормально вроде все хорошо испанский шенген дали на месяц ну я говорил то что хватит нас последствий летать на турнир да может и еще кого в одно место тоже европе заглянуть в интернете вроде заходил на посольство болгарии официальное никаких новостей не видел ничего такого интересного значит вылетали из нукова с пересадки через анталию во внукова вообще без вопросов все идти в анталии тоже вообще без вопросов все хорошо сюда прилетаю мне говорят у вас виза не открытый я говорю как мы вот шенген если его дашь им есть его надо открыть то есть любую европейскую страну нужно было влететь до прилета болгарю вот это у них относительно недавно такие правила ввелись полгода буквально с мая этого года что и обязательно нужно открывать шенген это не важно россия не россия любой стороне нужно открывать шенген ну кто получает соответственно шенгенскую визу до чтобы открытый шенген и сюда спокойно можно летать вот я узнавал еще на всякий случай перед этим насчет тоже этого шенгена нужно ли открывать или нет мне сказали нет но там оказалось небольшой звездочкой нет это означало то что можно было сказать здесь что я делаю транс пересадку вот соответственно предоставив может быть какие-то там брони отелей на всякий случай но это не обязательно вот и передо мной вот когда и стоял опасно передо мной собственно так и сказали то что мы на трансфер мы на пересадку я еще такой думаю блин ну как бы такой есть да подумал ну нормально вот соответственно моя очередь подошла и мне сказали ей пойдем в полицию вот постоял полиции буквально быстро мне просто сразу сказали то что по шенгену вот так вот по закрытому нельзя тебе нужно его просто открыть и вернуться либо мы тебя депортируем обратно в турцию я говорю нет не надо точно откуда это вот соответственно посмотрели что-то ближайшее самое ближайшее оказалось ну на сегодняшний день это вена австрия лететь полтора часа вот соответственно сегодня вторник у нас получается я сейчас вот еще пару часов путую путую в аэропорту слетаю вену полтора часа там выйду получу багаж ну соответственно откроешь шенген вы получу багаж выйду на улицу втыкаю 10 минут вернусь обратно получу билет на рейс до болгарии прилечу обратно сюда вечером вот сюда я прилетел 12 дня соответственно сейчас 6 вечера я улечу в вену и оттуда по моему в девять или десять вечера прилечу сюда обратно и в один с чем-то я уже буду тут в принципе как бы ну не критично то есть все не так по плану у меня было что я прилетаю там пока обустроюсь до какой-то еды там наготовлю вот и отдыхать но вот просто отдых получился вот такой вот активный так скажем просто вот я тут круги наворачиваю по аэропорту решил просто лишнее кардио поделать вот естественно тут монстриков выбор просто зерошек дофига арбузный очень крутой вот взял себе флэпик но это знаете кто пробовал флэпик офигенно штука это вот спрессованная овсянка со вкусом и с протеином очень крутая тема вот сейчас сел покушать вот немножко да сейчас немножечко опять покружусь самое интересное мне отвечу я ожидаю что у меня немножко будет просадка по весу соответственно я улетал 107 был вес у меня но у меня по плану было к пятнице сделать потихонечку загрузка из хорошего 102 103 соответственно так как сейчас вот я делаю такие вот кардио манипуляции то есть чуть чуть поменьше еды у меня соответственно я ожидаю что вечером наверное будет в районе уже 103 104 вес надеюсь надеюсь и тем самым тоже может быть это лишний плюс то что загрузка начнется раньше вот везде нужно искать плюсы и вполне возможно это наоборот сыграть мне на руку ну в любом случае увидим когда лечу до австрии там тоже включусь покажу какие там вышел сошел вот и соответственно уже вечером дальше пойдет болгаре погнали короче я блин в остревении опять бегом час остался вот мне надо сейчас найти стойки закинуть багаж вот и короче бежать скорее на самолёт надеюсь я блин успею почувствую себя не знаю тормозом тут короче у них система в австрии вене сам кидаешь багаж видимо чекин делаешь онлайн посадочные не выдают вот и багаж сам короче регистрируешь пикаешь его клеишь на эти наклейки вот и проходишь на меня такая говорит сам чего не можешь я говорю я не знаю как пользоваться ну вот она объяснила как тетушка но сама вроде помогла сказала вот я визу шенген я открыл сейчас тоже расскажу как и очень интересно получилось сейчас дальше вот попрощу паспортный контроль наверное еще один по идее наверное а может и нет сейчас очень посмотрим дальше сейчас пройдем все и вам все хорошенько расскажу я вот этот трип запомню точно надолго но все равно прикольно блин вот че вот еще потом вспомнить старости как сейчас получилось пока у меня есть пару минуточек до вылета еще я значит ну прилетаю все хожу паспортный контроль даю ему паспорт но он его пробил просканировал смотрит короче шенген тоже просканировал говорит цель визита вот и хорошо мне человеку подсказал говорит что скажи что ты на следующий день улетаешь мадрид вот у тебя отель обратный билет из мадрида я ему говорю вот я завтра улетаю мадрид все дела вот у меня есть обратный билет из мадрида тоже вот есть отель короче все есть он говорит типа все раз у тебя транзит иди наверх ну якобы без паспортного контроля я говорю не мне надо выйти потому что у меня завтра вылет он говорит так а чё ты будешь делать я говорю ну сейчас в отеле остановлюсь вот в каком отеле типа при аэропорте при аэропорте я говорю да он говорит и как он называется такой подвис такой стоит думаю полет игру ну сейчас вот я выйду короче буду на букинге смотреть и он такой цель визита венку ну холидейт туда-сюда там отдохнуть вот вот такой типа ну ладно и ставит печать все короче открыл не шунген вышел я сдал багаж вот сказал что да предыдущая что тут уже такая другая система немножко вот ну и соответственно после сдачи багажа я уже думал что все типа ну дальше по этот самый как он называется металлоискатель прошел еще один и все иду к самовыходу и еще один паспортный контроль ему были вот даю паспорт значит и там тетушка пограничник такая смотрит типа печать третий билете сегодня вылет опять третий типа только прилетел и летает такая раз похмурилась похмурилась подумала подумала что-то и такая типа якобы такое движение сделала махнул рукой поставил печать все ну и в общем успеваю все нормально сейчас рейс на софию обратно в принципе нет у меня такого чтобы я устал там задолбался еще что-то ну если да вырубает сразу самолете но это хорошо лететь всего полтора часа ехать там 20 минут до аппартов так что в принципе все прошло отлично шенген открыл так что главный кп прилечу сейчас приеду взвешусь смотреть по весу и уже начать есть вроде я там посмотрел рядом десяти минутах есть круглосуточный магазин может быть если не буду особо хотеть спать прямо сейчас вечером чем-то наготовлю быстренько поем ну и зато уже дальше включимся дальше уже пойдет и зал и кардио и загрузочка наши любимые друзья до загрузка в 1000 углеводов будет перед регистрацией это будет в этот раз интересно так что погнали еще раз друзья вот прям правда не успеваю бы нагрузить контент для вас во все соцсети все фигачу в общем все отлично вот что багаж что багаж пропустили все хорошо он такой типа спрашивает цель визита я такой компетишен он там что дальше начал думать 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 туда-сюда вот и такой потом типа бодибилдинг я говорю да окей давай все погнал багажник 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 мы приехали прям сразу все отлично все классно наконец-то выходим в город под названием софия таксишка меня уже ждет заказал заранее через букинг вот поэтому полный вперед начинаем соревнователей контент такой полет на и шенгенский и так далее прочее уже хватит удаст нас правильно вот меня очень даже с табличкой встречали вот так друзья обычно проходит заселение вот когда бесконтактная вообще очень классно на самом деле так дверка открылась дальше мы заходим ну вот никого нет здесь видите следуем инструкции дальше у нас здесь следующая дверь сейчас мы наберем код тут инструкция такая сейчас я наберу и включусь но собственно нажав код ввел да вот у меня открылась дверь оттуда выбрали ключи идем номер ну чё друзья ром тур только вот прям зашел сразу сразу еще сам ничего не посмотрел давайте с вами будет смотреть так здесь у нас ванна классная ванна с туалетом бы как я люблю когда то есть когда их душевая вот нету ванны душевая просто вот для меня это прям кайф самый мне больше сюда нравится на самом деле здесь у нас чем на скол ой паду здесь какая-то комнатка стиралка колонка гостиной офигенно кухня вообще смотрите шикарный холодильник я думаю тарелочки эти сковородки есть кондель диван вообще кайф так у нас тут должен быть полгончик вода вода полку где-то тут рядом большой фитнес так теле кстати как я люблю этот самый смартфон туда тип того короче туда-сюда до опять спальня тоже классный шкаф ну вообще кайфовый номер а здесь у нас тут даже вот так то есть открывается окошко и как бы такой стеклышко нормально сделано тоже не а парта вообще шикарно парта у меня выше кстати недорого за пять ночей минус 10 практически там до 20000 у меня на букинге всякие бонусы туда сюда очень классно билетный самолет вышли в районе 40 плюс сейчас двадцатку до австралия я обратно промотал вот такие цены так сейчас я буду думать что делать потому что мне по-любому мне еды вообще нет чтобы понимали хлебцы остались и цветная капуста вот принципе сейчас я могу отрубиться и то есть до утра нормально протянуть но с утра мне нужно бежать куда-то магазин вот сейчас я где-то видел по карте здесь есть круглосуточные магазины наверное есть в течение в районе 10 минут отсюда наверное быстренько сейчас дам чуду да вот и хотя бы хоть что-то купить сейчас хоть что-то поесть и с утра чтобы тоже проснуться поесть и соответственно побежать скорее зал качаться а потом опять поесть поспать поесть поспать вечером посмотрим может быть опять покачайся может быть сделаю просто кардио виде прогулки вот то есть но это все будет видно сейчас еще надо здесь так барабанной дробь сколько мы же весим сейчас вот нормально принципе но это может короче 105 килограмм но это в одежде футболки естественно это все с дороги естественно там где-то что-то я схватил да то есть я думаю вес в районе 104 принципе все по плану все отлично так что спокойненько подгружаться начинаем с тренировками но в общем дальше естественно как обычно все покажу а сейчас ну на сегодня пока вот он не хватит в общем завтра включусь и скажу лег я спать или же я решил приготовить еду итак друзья у меня утро ну повара за меня так себе конечно вот но такой вот завтрак будет это четыре яйца немножко помидор черри здесь каши рисовые с бананом вот и посмотрим как еще по степени голодания будет сейчас утра может быть еще закину хлебцев или батончиков по это дело сразу же соевый соус немножко подсаливать то есть как такой солью я не пользуюсь я даже вот когда готовлю не всегда солю причем не то что не всегда я очень редко наоборот солю я потом просто все так скажем промокаю сдобриваю соевым соусом вот и так намного вкуснее монстр понятное дело без сахара здесь его прям выбор вообще офигенный так и у нас получается с утра извесился я в принципе уже весе плюс минус 103 я вешу так что можно потихонечку подгружаться здесь у нас получится уже 100 углеводов с утра сейчас ну как с утра понятное дело после вчерашнего чуть чуть побольше поспал чем обычно обычно 7 8 встаю сегодня устал около 11 ну вчера только в три или четыре ночи вот я закончил все готовить закончил есть в принципе нормально 6 часов чего поспал хватит сейчас значит поем и на тренировку после тренировки опять не надо будет сначала я приеду поем потом еще раз магазин там отдыхать есть и отдыхать есть и так далее и тому подобное вот друзья в общем давайте как обычно по традиции что-нибудь я сушу одну помидорку например вот жареную ну да помидоры жареные очень круто и как обычно я пожелаю вам всем кто сейчас есть приятного аппетита ничего на заднем плане нам не напоминает немножко так вот прям с унесу то вышел на балкон посмотреть погоду подышать вот и такой парачу голос морю думать чуть такой как это что-то вот знакомый ну и похоже вот прям вот когда вот выходишь особенно первое впечатление на машу пятигорк соответственно где летом был на сборку его вернулась как будто минеральные воды собственно вышел я зал шорт и футболка вообще класс можно еще походить в оверсайзе нашим классным ссылочку в описании друзья так сюда здесь кстати вот днем получается на солнце вот именно градусов 25 даже больше по ощущениям ну да где-то 25 плюс минус в тенечке так прохладно вот а соответственно вечером ночью здесь уже прям надо одеваться прям кофточку там можно курточку даже потому что вот уже прям прохладный в районе градусов 10 всего лишь а днем тепло то есть вот такой вот контраст сейчас у меня до зала 10 минут пешочком кардио ну соответственно зал зал не знаю какой по карте просто смотрел посмотрел по ценам чё как куда гостевые не гостевые есть принципе все равно выпал ближайший там по моему ход 10 лёвиков стоит ну а я называю лёвиками это мы еще вообще 100 лет назад на солнечном береге берегу были когда болгарии оттуда у нас пошло ну по-моему болгарские лево как называется у нас просто и ассоциации там знаем одного льва и вот называем лёвиками по курсу действия получается рублей 500 что вход ну прям вообще бюджетно но есть клубы там пример вход 35 разовый 40 то есть это в районе 2000 же ну вообще везде плюс минус у нас марка вреди тоже гостевой разовый визит полторы тысячи стоит так что нормальный цены адекватно так собственно попал зал ну зал прям такой атмосферный прикольно восемь лет всего 400 рублей принципе получается но хочу сказать что оборудован прям еще круто столько и грифов и штанг гантели что воду на грудь нам полно на спину тоже но не билос конечно но вот одни тяги далась чё вот эти устои да пальмочки такие не она так прикольно прикольный зал мне нравится эти утягиваю рычажные сверху вообще огонь тоже дальше какой островок пальмовый у нас прикольный в принципе а кстати вот это достаточно прикольно нас хорошо работает садишься и вот так в разные стороны но понятно дело тренировку не будет снимать потому что сейчас просто так тренажер-тренажер так скажем что есть чисто задача просто немножко на память вот причем кстати вот хочу сказать вот на ноги вот же вот как вот еще такой вот под углом как поле ну ну реально прям прикольно ну и здесь тоже уголок сада мазохизм на ноги садим вот тренажеры видно старые прям поношены вот эти вот но сидушки все они кого-то изношены немножечко но это так поменять это кожи до поролон все дела а вот но хочу сказать что все тренажеры исправные не скрипят работают отлично значит за залом следят вот это вот самое главное что показатель когда вот так сидят чисто аккуратно несмотря на возраст там и какие тренажеры сами по себе но заниматься реально приятно вот сейчас немножечко еще форму покажу когда делаю и будем дальше кушать а 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 и так друзья вы видели форму в принципе что хочу сказать да ничего не хочу сказать лучше не будучи говорить я просто такой ну в зале ходишь естественное зеркало искажают там туда-сюда смотришь там ну здесь не нравится здесь нравится да видео блин потом включаю смотрю вроде прям нужно короче все идти по плану действовать как все задумано как все спланировано и тогда все будет огненный огонь вот в общем после зала как обычно выбил протеинчика белорусского до крутого вот ссылочка за капремом комментарии так же как и на витаминке больше года которые я употребляю очень классные ядерные вот а собственно сходил в магазин давайте поделись что купил сейчас у меня оставшаяся часть дня это просмотр дерби спартак динамо ну как же без этого да и еда 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 постоянно еда каждые полтора часа буду что-то в себя закидывать вот значит здесь у нас это я взял тилапии немножечко рыбки тоже маленький пару филешек сальмона этого лосося черри ну это по традиции дыня кто смотрит мои влоги знает что это такое дыня на нас нужно да на всякий случай еще картошечка чипсы яйца ну здесь это вот это фантазеро я не знаю с чем она но это просто пушка это вот без сахара это такая вкуснятина ну понятно дело очередной монстр лис хамильтон но это я взял все таки потому что вот эти вот йогурт ну и здесь вот эти напитки вообще бомба после соревнований выпью и вот это вот кто знает вот это вот миллер да вот эти миллер милч милк там не знаю короче вот эти они есть не протеиновые есть обычное молоко это пушка такая что это просто ну настолько вкуснятина вот это в европе у нас по-моему где-то у нас все-таки они мелькают продаются если найдете берите сметайте все они всех вот ну я свое мнение естественно высказываю мало ли на вкус и цвет все-таки они все настолько вкусные что протеины что обычные вообще бомба вот этот может быть даже сегодня зайдет потому что он без сахара в принципе основной там белок молоко так что у нас из углеводов это еще полкило риса басмати и не стал заморачивать взял такую картошку это у нас получается ее просто ну короче попроще чтобы было вот ну и тамончики это домой естественно и вот тут еще рай вот этих вот опять же кто знает да флэпджек есть и зеро есть и обычные они на 100 но это овсянка в принципе овсянка с наполнительными они тоже настолько улетные вкусные прям у меня ваш примут все сводит про них рассказывают это у меня супруга тоже любит потихонечку и тоже набираю здесь лишь бы только доехали бы до дома но я думаю доеду то что у меня тут помимо этого и картошка и рис то есть сегодня план помимо того что я уже съел это полкило риса это еще 200 грамм рисовой каши это еще картошечки я закинул ну и по мелочи там рыба и курица вот это даю но я думаю на каком приеме еще включусь не буду вот как-то каждый прием включать это будет одно и то же там рис рыба рис рыба как бы но но еще обязательно включимся в общем в общем продолжаем пока и так значит латось здесь у меня жарится в телопе а здесь еще картошечка а вот там липи чемпионов только что атлетикой матриц равнял счет ну кто тоже если вдруг смотрит эй футбольщик я прям вообще как-то надеюсь футбол с детства спартак все дела ну и вообще в принципе весь футбол смотрю постоянно особенно естественно еврокубки но это круто там прям бывают такие драмы то есть вот первый тайм уже 2-2 вообще огонь футбол так в общем что у нас сегодня получилось я приехал я съел вот эти два огромных окорочек курицы плюс грамм получилось 150 сухого лица плюс рыба сверху что-то я еще закинул честно не помню а еще рис рыбы я съел вот сейчас еще рыба у меня пожарилась я вот не знаю наверное тоже опять же с рисом я его сейчас пока поем пока у меня все остальное жарится и вечером опять будет нет рис не будет будет картошка с рыбой то есть вот такие приемы в принципе сегодня начал пораньше ну углеводов 700 получится все равно я не буду прям совсем рисковать есть вот в районе ближе к 1000 потому что все-таки в пятницу вечера нужно быть 103 до 103 до 103 до 103 килограмм сейчас я к вечеру 103 там плюс-минус там и 5 бывает вот так вот вес 103 ровно поэтому все-таки нужно будет придерживать по воде по воде я сейчас в основном газировочки так по чуть-чуть по стаканечку вот во время еды напиваю вот ну и соответственно обычной водой я просто запиваясь и таблетки и на ночь получается просто залпом перед сном упиваю пол-литра сразу и соответственно за ночь два-три раза бегаю в туалет и вот с утра стою прям весь утянутый все круто сейчас поем может быть прогуляюсь пойдут немножечко вот потом приду опять поем отдохну опять поем то есть вот такой план как всегда да естественно все обильно обильно соевым соусом снабжаю смазываю поливаю вот такая красота прям японский стайл давайте с вами заценим рыбку вот так мне вообще нравится когда как бы внутри немножечко оставляешь ну не то что не дожареную а вот такую сочную а по краям корочка то есть побольше температуры и просто в уровне успевать переворачивать о да хрустит а внутри просто вот нежнейшие еще и соусом как всегда с вами пробуем ну блин вкусно в принципе так много как вырву можно делать вот друзья еще раз всем кто сейчас кушает приятного аппетита время час ночи я все ем он решил включиться показать вам очень крутое блюдо по телеку у меня хардстайл сейчас дело потише да если бы было громко мне кажется мне могут выглядеть за это отсюда ну блин потому что по коридору идешь там так тихо и везде каждый шорк слышно как будто кажется и такое ощущение что у меня сейчас на весь комплекс здесь играет хардстайл ну баска короче берется рис берется протеинный йогурт и протеинное молоко так такая вообще штучка получилась ну это это вообще это не описать словами это надо думать и да друзья если вас в обычные ну вот в повседневной повседневной жизни всегда не заливает молока то есть у вас нету аллергии на лактозу не то что заливает аллергии именно от аллергии вот на лактозу на молочку бывает там несварение какой-то да может заливать вот если у вас такой не наблюдается в принципе можете молоко пить до самого выхода это при условии если вы делаете форму так что вот эти протеиновые йогурты всякие шейки ну понятное дело без сахара те же самые протеины качественные хорошие они ничего нигде ничем никак не навредят они только дадут плюс потому что они очень хорошо и быстро усваиваются вот друзья все секреты следующий день позавтракал в принципе точно так же каша яйца помидоры вот пришел в зал сделал круговой попозировал вот вам форма блин ну хочу сказать что ну вот я никогда не бываю доволен формы но здесь и здесь как бы не то чтобы я доволен но я смотрю я вижу то что улучшается форма улучшается кондиция и наконец вот сейчас за два дня до соревнований удалось сделать кондиции кондиции мои которые я делал вот в элитпро выступал когда был ободрен весь хлам плюс наполненность авиаби про наконец-то вот я совместил вот эти два качества но одно большое но еще два дня то есть это четверг сегодня завтра пятница день регистрации регистрации причем вечером с 7 до 8 вечера вообще кто так делает я не знаю и зачем так делать и соответственно турнир в субботу жалко он не с утра ни днем но турнир тоже по моему 6 или 7 вечера то есть вот это вот самое такое вот сейчас держать эту форму это будет прямо вот я скажу такая задачка прям не из простых потому что все таки как допустим с утра выступить это вообще в кайф ты проснулся легенький завтрак все пошел там попампился пофигачил и погнал выступил поражался все свободен ну днем тоже плюс-минус так же а вот когда до вечера держать здесь уже все даже если вы там мочегонить сливаете жесткой так далее так далее все равно к вечеру может оно так или иначе или подлить или как-то вот из мяса из мышц пойти водичка много чего может случиться за это время вот здесь как бы и выявляется вот этот вот профессионализм и действия так скажем таких ну не экстремальных таких вот ситуаций в общем в принципе то же самое могу сказать по вот моему перелету сюда да то есть летел я получается тоже вот с этими в экстремальной ситуации в экстремальных условиях можно так сказать прямо любой другой бы забил бы нафиг и улетел бы домой и все ну мне многие так писали да плюс других бы там залило в хлам они там ну прилетели бы вообще без формы и отходили бы несколько дней мне же удалось и сохранить самообладание и сохранить и форму причем не только сохранить а и улучшить потому что я воспользовался как я и сказал этой ситуации наоборот я повернул себе в плюс соответственно вот здесь вот как бы соображать холодный холоднокровный вот умс сохранять так скажу и действовать просто действовать и главное самое не паниковать тогда все будет хорошо здесь сейчас то же самое на данный момент форма хорошая но вот к концу тренировки я уже почувствовал то что немножечко как будто вот при моей загрузке вчерашних 700 углеводов и сегодня с утра уже поел немножко как будто я опустел концу тренировки соответственно надо будет сейчас подумать как у меня по весу еще плюс-минус да то что с утра было 103 то есть видите я вот ну и сейчас 103 перед тренировкой во время тоже держалась как у меня к вечеру посмотрю будет вес то есть и действует завтра соответственно в день регистрации ну соответственно завтра регистрация и день и день соревнований это уже будет новое видео друзья вот это видео заканчивается в принципе по плану то же самое сегодня так же будет продолжение загрузки продолжение загрузки то же самое в принципе опять рыба рис картошки уже не будет просто будет рыба и рис весь день рыба и рис рыба и рис все больше как бы ничего такого все строго жестко ну и соевый соус соответственно по воде также останется 3 литра сегодня а по мочегонке я вот перед самолетом гипотиазид закидывал соответственно по прилету с утра тоже сейчас пока ничего уже не закидывал потому что она и так раскрутилась пока что нужно по придержать там дальше посмотрим естественно дальше расскажу поделюсь так по витамину как я говорю витамины я не выключал они так и идут у меня на как и шли то что ну витамины качественные огненные крутые а после тренировки пью протеин до белорусский вообще не зарабатывать еще видите по форме то все отлично наоборот наоборот он помогает вот этот вот путь даже там получается получасовой через магазин до дома преодолеть прям вообще налегке и наоборот на прелесил мой край такой вот что еще не сказал агр я как и сказал я в телеграме тоже друзья и в инстаграме телеграме даже больше в телеграме я пишу более подробно как и что у меня проходит гр я на два дня убрал то есть вот перед прилетом перед перелетом не ставил соответственно после прилета не ставил вчера не ставил сегодня мы посмотрим смотри какой вес будет с утра если в районе вечером то есть если вечером вес будет до 100 3 то значит на ночь пятерочку поставки если вес будет чуть больше 100 3 тогда пока тоже без верта там упадет в ночь перед соревнованиями так ну теперь наверно уже точно все рассказал как есть вот друзья были вот еще раз огромнейшее вам спасибо за поддержку за ваш комментарий за вот прям блин это так прям воодушевляет это так вообще круто прям у меня вообще такое ощущение что мы как будто вот какой-то не за него семьей вот комьюнити ну принципе да у нас же не просто так фитфэм называется да фитнес фэмили это не только мы супруга это мы как бы позиционируем это всех вот все мы фитнес семья до качочки кто для себя занимается кто выступает неважно то есть все мы вот на спорте все мы семья и соответственно вот у меня так очень что вместе мы идем как вот через это все я с вами делюсь все рассказываю как есть блин реально от этого кайфу вот друзья еще раз спасибо да за очереди будет соревнований постараемся сделать все максимум и всем как обычно брать спорта